Очень трудно осветить то, чем я сейчас занимаюсь, поскольку сам я это не совсем до конца еще понимаю и осознаю. Вкратце сейчас идет некое создание ядро движка для Skywind, который включил бы в себя все разговорные маленькие, маленькие звуковые файлы для создания такого некого огромного-огромного количества этих файликов, что в целом я называю как движок Skywind, звуковой движок, звуковой движок Emoji, вот что это. На сегодняшний день, вот я подсчитал, на сегодняшний день звуковых файлов в Skywind, в папочке, у меня 22 тысячи, это вот столько я наклепал. Тут есть один маленький нюанс. Вообще изначально в Skywind уже есть звуковые файлы, те файлы, которые отвечают за приветствие. Там вот эта вот муравинская озвучка все. Их всего не больше 7 тысяч, там 6 тысяч с копейками. Вот. Вот это количество, 6 тысяч, это то, что я буквально недавно наклепал. Вот эту папку я только совершенно недавно сделал. Она, собственно говоря, отвечает за... Давайте я вам так покажу. Видите, вот эту фразу, маленький секрет. Вот эту фразу, видите, небольшой совет. И там есть еще одна такая фраза, большая, которая называется «руморс» или «слухи». Так вот, вот этот вот «руморс», вот они все тут. То есть, 6 тысяч файликов я сделал, это только по одной вот такой вот фразе. Сейчас я вам в игре покажу, как они работают. Так, в игре у нас вот это, эти свойства, количество 16 тысяч папок, это то, что есть в Скайвинде. Есть в Скайвинде с главным квестом уже. То есть, вот тут можно сразу же отсчитывать минус 6 тысяч, чтобы вам было понятно, или 7 тысяч. Тут около 10 тысяч, только по основному по Майнквесту добавлено, звуковых файлов. Тут вот у меня новая порция, только по одной вот такой маленькой фразе. Собственно говоря, я бы хотел вам показать, как это все в игре происходит. Поэтому сейчас вот отключу вам и покажу. Так, игра захватывается у меня. Да, захватывалась. Собственно говоря, я также сразу же обращу ваше внимание на то, что у нас все книжечки, все-все-все книжечки, все отредактированы. Возможно, где-то в них есть грамматические ошибки или еще что-то, но основную несвязанность я, разумеется, уже очень давным-давно как убрал. То есть, все две или сколько тут тысяч книг, они все были сделаны. Так, ну, давайте, значит, и еще раз повторю, что движок в моде полностью прокачан весь Майнквест, за исключением некоторых ответвлений от него. Я не сразу понял, что они идут не вместе. Вот, так что у меня в руки. Щитом не нужен. Так, мы сейчас находимся в городе Балмара, да? Сейчас у нас ночь. Лучше бы подождать до дня, наверное, да? Подождем до дня и при свете дня я вам буду сейчас вот прямо зачитывать. Так, я изглазался, я устал. Так, вы здесь, чтобы обсуждить распоряжение или вам... Что-то еще нужно? Нет, давайте... Мы сейчас будем читать только слухи. Только то, что Кай, допустим, говорит нам о слухах. Опять, где эти слухи? Большой совет. Странно, Кай мне ничего не говорит. Окей, хорошо. Тогда спросим что-нибудь у этого. Оставьте меня. Слухи, слухи, слухи. Вообще-то как-то немного странно. А вот ты, стражник. И тут тоже нет ничего. Я, знаете, что думаю, что, возможно, вот эта вот строчка со слухами... Ты слишком много... Может быть, она срабатывает только ночью, а? Дождемся тогда ночью. У меня другого объяснения просто нету, почему не выдается этот диалог. Давайте снова у Кай спросим, он выскочил у нас отсюда. Так что я вам зябко вы измотана. Вроде получше стало подосяну, давайте из-за того, что я долго не спал. Так. И вот тут и тут. А-а-а! Называется свежий сплетень. Ну, блин, это же перевод какой, Моровинский. Давайте их читать. Или нет, лучше попытаться поспать как-нибудь. Чтобы это дело не так двоилось. По-моему, в этом домике кроватка тут бесплатная. Да. Спать нужно в режиме ожидания, ну, довольно-таки долго. Вообще, это немножечко интересная история со всем этим Моровином. Особенно для тех, кто не играл в него никогда. Поскольку тут есть такой элемент, как политика. Да, друзья мои. И вы тут играете вот буквально в этой всей перипетии. Тут вам не скрим, где братья будет только и империя. Тут гораздо все более, скажем, более, что ли, масштабно. Тут вот есть такие некоторые фракции, которые, ну, совершенно обособленные. Тут, во-первых, великие дома, в которых шесть, что ли, или пять, в которых свои порядки. Тут свои какие-то гильдии, подпольные организации. Ну, давай поговорим теперь с тобой. Свежий сплетник называется. Это было неизбежно. Местная преступная организация Камона Тонг не собиралась стоять и смотреть, как гильдия воров приобретает ее территорию. То есть, вот эти вот все его выкрики, которые вы сейчас слышите, это работа вот этого звукового движка. Сейчас игра думает, что голосовой файл идет. Поэтому внизу титры, они держатся, держатся они 45 секунд на каждую фразу. Их можно совершенно спокойно прочитать. То есть, приключения происходят только по нажатию клавиши. Будет много крови, гильдия воров. Будет много крови, гильдия воров едва ли уступит. Поначалу шумил их вокруг пророчества Нереварина, казалось просто глупым предрассудком. Но потом выяснилось, что данные уже сотни лет ожидают возвращения своего лорода Неревара. Возрожденный, как они это называют. В самом тексте, разумеется, очень много всяких разных грамматических и любых других ляпков и ошибок. Но вы не пугайтесь, это все... В общем, теперь вот этот один цель, его еще править было бы неплохо бы. Вот так вот. Каждые несколько лет появляется какой-нибудь эшеландер, и племена провозглашают его возрожденным. Например, вот тут, вот в этой строчке конкретно, если бы я бы все это дело занялся бы тотальным таким переформатированием всего текста, я бы, например, слово эшеландера написал бы с маленькой буквой. Поскольку это, как-никак, все же ретнос. Потом храм поднимается, отлавливает его и разоблачает обман. И почему храм так об этом печется? Тут нужно, разумеется, такой более художественный оборот в этой строчке. И так с каждой строчкой. Вообще весь этот перевод Муравинский, он, знаете, такой был сделан на... Ну, так, за три копейки. Давайте следующую сплетню послушаем от него. Защитник Легиона Лариус Вара из Форта Лунной Бабочки поклялся жизнью... А, поклялся изжить коррупцию. Вот, видите, как... Теперь мы знаем, что Лариус Вара из Форта Лунной Бабочки, он, типа, защитник Легиона и все дела, он поклялся изжить коррупцию. Но действуя по официальным каналам, он не очень преуспел. Синдикат везде и всюду покрывает своих людей. Видите, тут тоже есть какие-то свои такие тайные организации, синдикаты. Тут очень все интересно. Я вот в оригинальном не играл, понятия не имею тут о политической подоплеке всего этого дела. Так. Вара ничего не... А, так. Вара ничего не добиться действуя по закону. Ему нужен кто-то, кто обошел бы эту порочную систему. Или прошел бы напролом. Да, просто вломился бы в эту систему. Вообще-то, строго говоря, Кай, какого хрена ты распространяешь такие слухи, а? Ты же вроде бы имперский... Как у нас это... ФСО или ФСБшник. Ну, если по аналогии с нашей Россией сравнивать. Ну, возможно, есть какие-то ошибки. Некоторые слухи Кай не должен говорить. Ну, вот видите, 45 секунд прошло, строчка пропала. Давайте поговорим для знобази еще с орком, который там на крыше. А потом... Хотя нет, зачем с оркой? Давайте лучше с какой-нибудь девчонкой тут найдем. Тут же наверняка есть какие-нибудь девчонки. Например, вот в этом вот 8 тарелок Балмайер. Какой-то местный трактор. Посмотрим, что у них бывает. Что теперь? Так, ну вот... Вот с тобой. Так, 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 так... Свежие сплетни. И это было неизбежно. Так, слушайте. Я сразу же сделаю следующий образом. Если... Ну, сейчас будут повторившие, я их просто промотаю. Местная преступная организация коммуна Тонг не собиралась стоять и смотреть, как гильдию воров прибирает ее территорию. Ее необходимо опускать перед советом. Будет много крови. Гильдия воров едва ли устоит. А как случилось под... По твому, что именно имперские... Плуто-краты получили право на выработку и бронетовых месторождений в Кальдере. Ни мест, ни великий дом, ни колон... Ни колонисты, а именно они. То есть, вот видите, какая тут загвоздка идет. Тут имперские полуто-краты получили право на выработку и бронетовых месторождений в Кальдере. То есть, не местный великий дом, ни колонисты, а именно они. Ну, то есть, видите, тут такие большие толстые взятки. Вот, что я тебе скажу. Ну и друзья там, где нужно. Так, давайте следующий свежесплетню послушаем. Говорит, что в фортеневые бабочки были какие-то проблемы. Ничего не слышал об этом. Он на острове, называемом Солостым, к северу Вандрофилла. Ну, эти проблемы тут каждая NPC-шка знает. Вы заметили, несмотря на все свои громкие заявления о защите права собственности, сохранении законности и порядка, имперский регион палец о палец не ударит, чтобы покарать аболюционистов. Вот кто такие аболюционисты, я так еще толком и не понял. В этом есть доля лицемерия, не находите? Давайте еще какую-нибудь свежую сплетню послушаем. Говорят, что империя выдала новое разрешение на добычу полезных ископаемых на острове Солостым. Почему Любовь хотел бы пойти и найти меня? Интересно. Как случилось, по-твоему, что имперские паутократы получили право на выработку бронитовых месторождений в культе? Слушайте, по-моему, у нее только ограниченное количество свежих сплетен, то есть она больше ничего и не говорит. Защитник Лариус, легион Лариус Вара из Форталона Борочки поклялся и жизнь коррупции. Но действуя по официальным каналам, он не очень преуспел. Синдикат везде и всюду покрывает своих людей. Вара ничего не добиться, действуя по закону, ему нужен кто-то, кто бы обошел эту парочную систему. Так, значит, что-то новенькое. Вот. Как будто бы мало нам было моровых бур в этом году. Так еще рейшленды как с цепи сорвались. Нападают на караваны и на паломников, разоряя деревни, устраивают стычки с легионами. Нужно послать туда достаточное количество легионеров и преподать им хороший урок. Так. Рейшленды разбундовали, разбушевались. Рейшленды почему-то нападают на караваны и на паломников. И они еще и воюют с легионом. Это было неизбежно. Так, ну, окей, хорошо, послушаем. Так, вот эта NPC-шка, она тут не должна появиться. Вы плохо выглядите. Должно быть, заразились чем-нибудь ужасным. Но она пока у нас тут ходит. У меня действительно какая-то болезнь. Пока непонятно. Какие хорошо, ты... Свежие сплетни. Не подходи, чужеземец. Нет, это не так. Не подходи, чужеземец. Не можешь признать, что ты болен. Я не хочу прицепить твою заразу. Тебе нужно вылечиться. Так, почему хотел... Почему любой хотел бы пойти и найти меня? Защитник легиона. Это все мы читали. Это все мы читали. Расскажи своим друзьям об этом месте. Да, я расскажу друзьям своим об этом месте. Давайте так же вот этого спросим. Что-нибудь о слухах свежей сплетни. Ага, точно. Храм говорит, что это еретичка перед пикстаром мертва. А тело они кому-нибудь показали, что это невидное тело. Видите, мы уже еще кое-что узнали. Какая-то еретичка пикстар. Понимаешь ли, дело не только в посевах и стадах. От моряовых бурей страдают все. И вылечить это не так-то просто даже для храма. А все, что у них есть, в этом захолустье странный целитель и святыня для паломников. Каждая NPC, она немного говорит разные слухи. Но, в общем, это все в целом должно игроку как бы объяснять лор игры. То есть, что происходит в мире и так далее. Так, вот этот все про буря говорит. Люди не понимают, насколько тяжело темные эльфы переживают оккупацию. То есть, вот тут вот, на Муровинде, на родине темных эльфов, как у нас в России, оккупационный режим, по сути. Вот такие вот дела. А настоящие силы, стоящие за советом Хала-Ау, Арвас Дрен и его синдикат Камуна Тонг, подогревают это древнее недовольство. Сейчас у них нет возможности бросить вызов имперскому правлению. Но, если стабильность империи пошатнется, например, если регионы отзывут в связи с какими-нибудь нюрейцами по поводу наследия Септима, Дрен и Тонг могут открыто выступить против империи и вытеснить ее из Муровинда. Все знают, что судья Балмара, Нолу Саттрус, нечесть на руку. Воры, грабители и убийцы получают смешные приговоры, а то и вовсе платят пару дрейков штрафы и разгуливают на свободе. То есть, видите, смотрите, тут все как в России, подкупленные судьи, мизерные штрафы, ворамы и убийцам, и они разгуливают на свободе. Но Атриуса не так-то просто достать его, прикроют денежные мешки и родня в столице. То есть, Атриус. Вот нам бы с ним было неплохо поболтать. Защитник Легиона из форта Луны Бабочки, Айрис Вара, поклялся, конечно, извести коррупцию. Он даже не представляет, как ему это удастся. Извините. У каких-то писишек более развернутые есть ответы, поэтому говорите со всеми тут, чтобы, ну, кто-то знает больше, кто-то знает меньше. Вот так вот тут все очень хитро. Поначалу шумиха вокруг пророчества Нереварина казалась просто глупым предрассудком. А потом выяснилось, что данный мир уже сотни лет ожидает возвращения своего рода Неревара, возрожденной, как они это называют. Каждые несколько лет появляется какой-нибудь тишлендер, и племена провозглашают его возрожденного. Потом храм поднимается, отлавливает его и изоблачает обманы. А почему храм так об этом печется? Храм... Да, вот, кстати, интересный вопрос, почему храм гоняется за вот... за таким этот Борисом Немцовым, который появился, откуда ни возьмись, в воде Наска, героя, и отлавливает его и убивает. Не знаю, в общем, можно ли на 100% проецировать политическую систему Моравинда на Россию, но всегда были именно такие разговоры именно в явном сообществе, что очень уж много совпадений. Вот, друзья мои, все. Всем спасибо. Скачивайте наш, разумеется, Skywind. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok